Приветствую вас и прошу понять правильно то, что начну я свой ответ с некоторого противоречия, который вы, может быть, сами того не замешали, написали. Ваш первый мужчина говорил о том, что он вас простит и всегда поможет. Но при этом вы пишете, что у него везде в игноре, что не можете ему никак не написать ничего. Как-то вот это, знаете, не сходится. Если человек сказал, что он всегда простит и всегда поможет, то, ну, не будет. Он везде заносит человека в игнор. То есть, нет. Это его право, конечно же. Но знаете, никто не просил его говорить такие вещи. Такие благородные, ответственные вещи, которые означают, что человек, собственно говоря, хочет сохранить лицо, сохранить мужество, сохранить какую-то цивилизованность в отношении. Значит, это первый момент, что его слова несколько раз сходятся с действиями и ставит под сомнение вопрос о его надежности. Ну, хорошо. Допустим, что вы действительно хотите соревновать отношения и спрашиваете, как это сделать. Если вы захотели это сделать, захотели сделать что-то хорошее для него, то в первую очередь давайте определимся с вами. Вот лично с вами. Вы почему хотите вернуться? Потому что у вас не получилось ничего с твоим мужчиной? И вы не хотите пытаться, а хотите вновь проверенные, там, стабильные, интересные, как бы, известные отношения. Или вы действительно поняли, что любите этого человека, поняли, что без него не можете, поняли, что он действительно тот, кто вам дорог, кого вы любите и с которым вы хотите разделиться в свою жизнь. Ответ на этот вопрос очень важен, потому что, если вы преследуете цель, цель свою, то мужчина это поймет. Он почувствует, что вы вот через него хотите что-то получить. Через него хотите как-то восстановить то, что у вас было. И тогда из вашего стремления восстановить отношения, ну, ничего не получится. Потому что мужчина сразу поймет, что вы так делаете, и доверие, даже если оно начнет появляться, оно моментально исчезнет, к сожалению. И, соответственно, если вы действительно хотите с ним быть, то тогда вам нужно действовать следующим примерным образом. Вам необходимо решать узнать, как у него дела. Если не получается узнать через прямой контакт, то спросите у его мамы. Да, это выглядит не очень хорошо. Скорее всего, она вам ответит неприветливо и вообще. Но, тем не менее, если вы твердо решили, если вы понимаете, для чего это, то придется через это пройти. То есть, придется пройти через реакцию людей на ваше, ну, скажем так, предательство. И реакция-то будет, конечно же, негативной. Ну, мама-мама, в лучшем случае, если этот вездливый человек вам что-то скажет. Верить ей на все сто процентов не стоит, потому что она, возможно, будет стремиться защитить своего сына от возможных неудач. И вы получите общее представление о том, что сейчас происходит с вашим мужчиной. Ну, а дальше вам необходимо, поскольку нет возможности общаться с ним в интернете, вам необходимо с ним пересечься в живую и поговорить, сказав ему о том, что в память о ваших отношениях сейчас вы повзрослели и поняли, что теряет такого человека, как он, ну, мягко говоря, растащительно. И хотели бы с ним дружить, хотели бы с ним общаться иногда, хотели бы с ним как-то взаимодействовать. Не как, естественно, парень-девушка, а как знакомый, может быть, как друзья. И если он на это согласится, опять-таки подтверждая свои слова о том, что он вам всегда поможет всегда простить, то у вас появится шанс показать ему, что, в общем-то, вы изменились, что вы стали другой, что вы поняли, кто он такой и так далее. Делать это нужно постепенно, не торопясь, последовательно общаясь с ним своим поведением, своими поступками, своими словами, своими эмоциями, давая ему понять, что вы пересмотрели свою жизненную позицию и теперь как минимум в общем ориентируйтесь на другие ценности. И когда мужчина поверит вам, что у вас действительно есть эти ценности, есть такие вот идеалы, которые вы представляете, то он постепенно будет вновь вам доверять. Какое это будет доверие? Дружеское или вновь доверие личное, любовное? Предсказать нельзя, потому что, ну, человек может быть уже ничего к вам не чувствует. Но, тем не менее, если какая-то симпатия, какие-то чувства у него к вам остались, то он их проявит, он начнет их проявлять. Ну и вам нужно быть готовы к дому, что у него есть девушка, что вас не ждало все это время, что он жил и что его жизнь, она спровоцировала соответствующие результаты. Если ко всему этому вы готовы, а также готовы доказывать, но умеренно, то есть без унижений, доказывать, что вы изменились, что вы достойны доверия. Если вы готовы это все делать, то тогда можно начинать с ним общаться, пытаться восстановить диалог и так далее. Если нет, или вы сомневаетесь в том, что вам хватит терпения на это, то лучше тогда не стоит. Хорошего ничего не получится, опять-таки из этого. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Всем спасибо. Продолжение следует. По вопросу. Понимаете, что вы хотите получить... Продолжение следует... С﹑ым подогревателям. Продолжение следует. Продолжение следует...